Основная идея, наверное, будет заключаться в том, что все вокруг нас претерпевает изменения. И все постоянно. И чтобы выживать, нужно быть всегда в тренде таких изменений. Ну, напомню очень быстро в таком популярном возложении, что и условия на Земле, и жизнь на ней были, ну, меняемые в этом времени. И наш рассказ пройдет по самым последним тысячелетиям, ну, последним десятым тысячелетиям истории жизни на нашей планете. И с чем она у вас обычно ассоциируется? Ну, наверное, с этим. В популярной культуре это нашло отражение в виде таких редников, ну, историй разных редниковых периодов и прочего, прочего, прочего. На самом деле, все это влияет за более-менее данных людей, ну, мини. Ну, например, в Европе 10 тысяч лет назад, оказывается, победали самолезубные тигры, ну, в серии в Индозе тематики реально не затрагивают. Поэтому давайте поговорим об этом более серьезно, как-то начертим наше место, вот, и что оно собой представляло, ну, скажем, 20-10 тысяч лет назад. И, во-первых, еще раз более точно, то есть речь идет о четвертичной, речь идет о термозойской эре и конкретно о самом последнем велом этапе. Четвертичный патриотик, который, ну, носит название, ну, состоит из двух эпохов, то есть оцен и олацен. Олацен – это совсем не уничтоженный срок времени, является он для удобства, потому что олацен – это тот период, в котором мы живем. Что он для себя представляет? И где вырастет? Ну, во-первых, что такое ледниковый период? То есть ледниковый период, как это, не странный, безаприк, организуется ледниками, а за этим покровным оледенением. Покровное оледенение – это такая вещь, которая, в частности, начинает образоваться, у нас под ногами, образовывается при высокой влажности, низкой температуре в зимний период ледит на ледень. Если условия, у нас складываются таким образом, что эта мальчик не успевает растаять полностью, она нарастает. Ставим годом по аминоку, и в итоге у нас вертируется ледник, который ведет себя таким образом, что он наползает с годами на окружающий ландшафт, приносит с собой разногласно оснащенный материал, и на нем, самое главное, ничего практически не растет и не может жить. Ледниковых периодов в истории планеты, на самом деле, было далеко не один. И вот, пожалуй, самый знаковый, это, ну, самый, может быть, не самый известный, но самый масштабный, да, по-русски, это ледниковый период, случившийся еще в равнии, как в Зойскуке, это вот здесь. Суть в том, что отложения от термия, которые формируются, например, ледяминии, там найдены, ну, практически на тогдашнем квартале. Это ученых очень удивляет, очень шокирует, и есть даже концепция, ну, которая называется по-плюсски, в популярной литературе, как земля-снежок. Момент истории Земли, когда вся земля была покрыта фактически ледниками. Это спорно, на самом деле. Ну, формирование таких отложений почти на экваторе можно объяснить разным, в частности, что там не было экватора, на самом деле. Такое впечатление у нас сложилось, потому что в миге более 100-3 смещение, чем настоящий маленький пункт, ну, можно долго это обсуждать, но идея вообще красивая. Ну и остальные. То есть мы живем в эпоху последнего истории, ну, последнего, потому что мы не знаем, что будет дальше, оледенения, развившихся в Каназуе-Сквере. Началось оно, ну, примерно два миллиона лет назад, продолжаться по настоящим моментам. И во причине, ну, как причине прочих оледенений, вещь довольно дискуссионная, никто точно, ну, окончательно не может сказать причины, не случаются, и, мне кажется, наиболее, там, хорошее, ну, реалистичное. Концепция – это вот характер течения морских, в связи с тем, что у нас Антарктида, ну, отделилась от скопления прочих континентов, а вот, плюс, вон раз замкнутое течение, оно в итоге замерзло, это как-то сказывается, но на движении тепловых потоков, помните, и выбрали общие люди, ну, в итоге у нас старый паричок появляется занавес, то плюс, оставить именно сильнее. Как это выглядело? То есть, ну, Европа тогда, и Европа сейчас. То есть, вообще, Европы, северный Американ значительно отличались от, ну, их внешний вид, наверное, их география даже, отличались от того, что мы видим сейчас, именно за счет развития масштабных покровных олитиней наносимых, которые покрывают практически, покрывают практически скандинавский полуостров и всю Британию. На северном Америке, потому, как мы видим, на общих картах, покровные олитиней были не менее масштабные. Ну, в Азии, то есть, ну, например, в Сепи присловлены, как такого олитиняка огромного масштабного не формировалось. Почему? Ну, потому что там был более высококлимак, но зато формировались очень характерные охлотные ландшафты. И, в частности, то, что собой представляет территорию нашей страны сейчас по своей природной зонарности. То есть, больше часть территории нашей страны сейчас покрыта лесами. Но так было, повторюсь, не всегда. И точно такая же карта для, ну, по-среднему, технологическое уделение предстоценок. То есть, большая часть страны занимает у нас открытые какие-то ландшафты, холодные. Называние, ну, ну, аридные, то есть, они присухие, холодные, но в то же время на них могла вот расти растительность и такие ландшафты, ну, что-то вроде зваковой тундры. Такие ландшафты называются тундра стиль. А леса, ну, вот леса занимает вот такое примерно пространство на всем этом универе. Ну, и вид сверху повторяет примерно то же самое, доносит ту же самую мысль, плюс еще одно. Если обратите внимание, здесь автор рисует растительность, какую-то природную зональность даже на том месте, где сейчас вот раскинулся северный, дарит океан. Все это связано с тем, что, ну, это вы, наверное, слышали, что там глобальное потепление уже более повысится и задорбит все. Во время углициалов, то есть во время развития оледенения ситуация обратная. То есть, потому что у нас все замерзло, и только море падает. И получается узор беговой единицы что-то меняется. Ну, и просто как выглядит сейчас и как он выглядит во время углициалов, то есть плохо оледенение. Ну, не все замерзает. Ну, например, платим все карты и практически мы видим, что баррик для них, ну, как это растительное, по-моему, в принципе, в зональность ничего будет не иметь. Ну, и вообще тропический ресурс там немножко поменьше. Ну, пожалуй, только. Ну, теперь что ознаменовал переход от оценок до оценок? Ну, верно вы все это знаете. Ну, так называемые массовые, ну, мы с массовым умиранием истории планеты связаны с чрезновением так называемой мегафауны. То есть это комплекс животных крупных, который как раз обитал в этих тунглостепях. В последний междвековый период, в последний междвековый наши междвековый, они не пережили. Это совершенно интересно, это подражает умы ученых, и чтобы вы поняли, что это такое, я об этом расскажу на примере хода, и покажу, как выглядел мир в прошлом междвековый. Идея мне понравилась. Так это подойдет материал. Это маунты, то есть как раз их обитание, шерстистый маунт, аренд обитание фактически область совпадала с распространением тунной степи. Хотя в отдельных участках встречаются даже с любимым животным, как романский петель стал вадим типичные обитатели таких холодных открытых ландшафтов. Чуть южнее в Азии обитал приморбимовый ясной слон. Более лосарным никто не знает, насколько был развит его лосиный покров, но тем не менее это другой слонов. Чуть южнее обитал индийский слон, который благополучный, ну, более-менее благополучный даже до наших дней не вымер совершенно. Но когда-то и моря обувшили. Ну, доходили они до Ефрата. И доходили они до как раз этого региона, вплоть даже до исторического времени. Например, Ганнибал штамовал Рим как раз на слона, взяток недалеко в Индии. А здесь буквально подбор. Стыгодонты. Ну, это странные страны, которые дали массу фон. Северная и Южная Америка я знаю немножко поменьше и скажу, что вот южнее мамонта обитал и лимбийский мамонт, то есть другой вид мамонтов. Также очень интересные животные это москодонты, которые дотянули аж практически до конца престоцены. Это очень примитивные древние храничные слоны и в Южноамерике обитали южноамериканским инстадонт это совсем другая группа слонов. И в Африке обитает сегодня два вида подвида скорее сейчас их доплетают как два вида современных африканских слонов. Кажется, я еще забыл Австралию. В Австралии никогда хлопоков не было, там престоцены была своя тусровка с гигантскими пенгуруми мигаванием и поэтому он ее наверно отпустит. Хоп! То, что дает аж компонент. Это индийские слоны, и хоряк предоставляется бы сейчас увлечающее зрелище и африканские слоны, которые чувствуют себя немножко получше. Эта история затронула не только крупных прикопитающих, но вот в частности мелких прикопитающих, хотя никто из мелких неудинных. Просто они все почувствовали себя плохо и соградили размеры своих ареалов, взор распространения. Ну, например, это ареал такого звука, как пусточередная париорка. В настоящий момент он тоже представляет собой печальное зрелище. Он разорван в клочьях, просто направлен на все эмрахи, где он прямо по Азии, где он практически встречается. И где он ходит на посредине ледяный практически повсюду. Аналогичная судьба, похожая судьба копытного лиминга. Он сейчас летится по самому северному преобразию. кобытный лимин. Если вы не знаете, могу сказать, что это интересный лимин, который премьер спячки отрастает в бокте на передних лапах, таким образом, что он напоминает маленький подлин. Так вот, его ареал в прискоцении представлял собой такое впечатающее зрелище и антически совпадал с рядом с кучей подполетом. Хотя сейчас они живут в антически разных местах. То есть складывается ощущение, что были эти ландшафты, которые были вполне пригодны для жизни всех этих видов, потом эти ландшафты исчезают, что-то с ними случается, и животные разбегаются по каким-то более-менее оптимальным для себя достаткам разных видов разных. Вот типичный пейзаж прудрости пик. Я думаю, вам он что-то должен напомнить. Ну, мегафауны на сегодняшний момент существуют, существуют в более-менее полном виде в Африке. Африка, как мы помним, условия там не менялись, и животные практически изменил видовый состав. Там представлены более полном, как мы потеряем, с концерта 100 центов. Хотя сейчас и северство обретает отчего лет. Ну, и к слову, комплиментно сходите, то есть насколько ландшафты были, насколько ландшафты и их обитатели были похожи на разных континентах, вот я вам привожу так называемых ковычках американский гепард, который, например, нападает на белорога. Ну, белорог, антиблога, то есть их ход на жилье, по-другому числе, на территории Северной Америки. А вот американский гепард, который на самом деле не родственник гепард настоящему, а эмерика родственник гепард, пум, они совершенно вымерли, в большей области славы. Ну, и, соответственно, сравнение африканской саванны и европейской пункт растепит. Опять-таки, что мы это потеряли? То есть, какие из групп летающих пунктов на нас не дожили? Овцыбут на самом деле исчез именно на территории Евразии. В Северной Америке, например, он должен. И сейчас относительно последнее открытие говорят, что перевалил голоцент-местоцентный переход и какое-то время еще жил даже в голоценте, то есть в наше время бежали никого на территории Евразии. Ну, и одной из причин таких событий весьма причален, весьма впечатляюще. Как раз смотрят в изменении условий окружающей среды, когда открытый ваншап превратился во что-то заболоченное и поросшее лес. Но если мы посмотрим на то, что из себя представлял клиник в протяжении всемирного эстетического мы видим, что наша Нижнегория это только одно из многих-многих. И, кстати, далеко не самое теплое. и примерно с периодичностью там тысячу в сто лет мы наблюдаем различные колебания значительной температуры. А если посмотрим более пристально, то мы видим, что климат вообще весьма-весьма непостоянный. И хотя выделяются там какие-то углы общей неожиданным, но он может весьма значительно проливаться и сильно меняться и за незначительное дружить время, то есть даже по час за столетие. И почему, что было в этом межнодековье особенного, чего не пережили крупные животные, для чего многие крупные мертвопитающие, для чего многие почувствовали себя тлово. Ну, вторая позиция, то есть, помимо природных условий, конечно, это межнодековье отличается тем, что повсюду начал расселяться наш вид, то есть homo sapiens, то есть он начал, ну, здесь наглядная иллюстрация, которая тоже всем должна по моей задумке впечатлить, то есть на территории Европейской части, в том числе нашей страны, известны даже целые жилища, построенные с костей ванна. Когда-то это тоже впечатлял ученых, подавали представление, что вот это последствия варварского истребления крупных мегопидающих, что вот даже отсутствие какой-то подходящего стоя материала строя из костей убитых животных, но сейчас уже складывается мнение, что скорее всего эти сооружения делались с костей из уже павших животных, необязательно убитых человеком, ну, потому что свежие кости они могут неприятно пахнуть. Однако все-таки, несмотря на то, что мегафауна состоялась в клубе животных, по определению, люди на них иногда охотились, чему есть конкретные вещественные доказательства. Однако доказательства того, что это охот... достаточно высокая плотность населения, достаточно высокого антропогена и пресс во времена, когда мы владели камерной орудью, и наша числа была, на самом деле, гораздо ниже, чем сейчас. И мой любимый иллюстративный пример – это индейцы, которые прекрасно оживались с бизонами и даже от них зависели. любимый пример сторонников этой концепции америки, массовое степление – это те же самые эпизоды, когда они столкнулись с индейцем и с европейцем. В общем, как обычно делаем в деталях. То есть у нас пока, наверное, все-таки недостаточно данных для того, чтобы делать однозначные выводы, что бы случилось. Почему, например, овцы бы перевалился, т.е. на самый год самый приход на маунт, почему срока, который более степень, более требовательный ландшафт, выжил и дожил до наших дней, а носорог или тот же маунт, который хоть плохо себя чувствует, но в принципе теоретически даже мог бы выжить и в какое-то время существовать голодом. Почему он выжил? И скорее всего здесь игра в роли какой-то комплекс авторов, то есть их улучшения в общем ландшафтов, сокращение естественной численности и разлив ареал, а плюс еще додает человек, ну и плюс масса неясности дает простор для существования различных экзотичных процессов, вроде массовых эпидемий или минерального голодания, которые испытывали живые в конце соприспространения неизвестно чего массовая гибель. Откуда мы возьмем эти детали? Пару слов о методике изучения, то есть каким образом работают паренетологи. Ну, во-первых, почему пещерный медведь называется пещера, почему пещерный лев называется пещера. На самом деле пещерный лев по базу жизни скорее всего напоминал его по обычному всем нам известному, то есть он жил в открытых ваншатах, но дело в том, что пещера это накопители различного суппассивного материала и ископаемого материала. Ну, в некоторых пещерах складываются условия благоприятные для сохранения остатков, в некоторых гротах могут или на имя гнездиться птицы и скапливки внутри кости своей добычи, в результате чего мы имеем хорошие срезы, из которых можем добывать впоследствии информацию. Ну, после того, как проведена раскопка, то есть выграются подходящие пещеры, открывается разведка, смотрится есть ли там материал, если материал есть, начинают люди снимать грунт, очень, ну, стояло где-то по 5 сантиметров, и полученный грунт, он, как правило, где-нибудь на месте промывается, и из них добывается то, что на профессиональном законе называется концентратом, то есть смесь каких-то неорганических материалов, содержимое пещеры, и как раз остаток древних животных. Ну, вот что он собой представляет более крупно. Ну, и большую часть времени уходит на его разбор, определение, то есть на различную генеральную обработку, а затем на анализ и какие-то обобщения. То есть, что бы вы ни думали, то есть, на самом деле, ученые стараются делать все очень точно, очень многообразно, и за большинством гипотезы, концепции стоит, на самом деле, даже на настоящие сложные вычисления, связанные с оценкой, например, интенсивности кулькуренцев внутри древнего сообщества. Используются разнообразные индексы, но без этого материала, без привычного материала, ничего, ну, никаких точных выгодов априори поучиться не может. Поэтому подобные раскопки всегда актуальны. Помимо изучения, собственно, костей, есть и, может быть, менее для вас кличные. Это скором прицепоанализе, то есть, вот как специалисты могут определять по оборудованию, кому ближе в гости и в дальнейшем их изучать, не менее информативно оказывается, например, например, ископаемая прица. То есть, по составу растительности, которая росла в том ином месте, мы можем говорить о том, какие были там условия. А имея колонку, то есть, грунт, который накопливается на протяжении какого-то длительного отрезка времени, мы можем довольно точно посудить, как эти условия изменялись. Для более поздних монтиров добавляются, ну, соответственно, еще одни источники. Ну, во-первых, если мы изучаем совсем недавний прош, уже переводим за блеста цены и занимаемся нашим днем, то это, конечно, какие-то сводки добычи охранников, списки в него, что где обитает в настоящий момент. И буквально за десятилетия таких как яблокотиал можно уже заметить, что как меняется алял тех или иных видов, куда они входят и делать уже дальнейшее предположение, что ими движет. И здесь у меня есть любимая шутка. У меня здесь грозноходник любил звека. И вот что случается с соболем, когда его, например, поймал в добыче. То есть с него снимают шкур она идет на мегазаготовительный завод. Мясо с соболем забирают генетики и изучают различные свои методы, откуда этот собол пришел, к какой группировке он относится и так далее. То есть подроха забирают паразитологи и изучают свои вещи. То есть паразитов скелет идет исследователю, который занимается морфологической измельченностью. И так далее. А когда умирает человек, его закапывают. Второй источник это исторические хроники, различные архивные материалы. То есть например, когда русские коммунизировали Сибирь, они обязывали местное население платить им веса в качестве налога. И веса это вещь строго учитываемая. И поэтому мы можем знать когда и где кто что-то был в веке 18-го например. на территории той же Сибири например. На самом деле работа с источниками или работа с источниками которые базируются в источниках это детективные работы в связи с тем что когда-то человек который принимал на волк не заморачивался какой вид кудрец он сейчас понимает весну и весну если сейчас в регионе здесь обитает например только весной кудрец к небу и поэтому ну и также например получая информацию что на рынок выплашено сколько-то шкурок кудницы вот мы должны отследить по возможности цепочку предположить откуда эти шкуры пришли то есть они не обязательно могут пользоваться в том регионе где сейчас покупались что нашло отражение в пистолетовых источниках ну конечно раскопки но на этот раз в основном источником материала служат не столько пещеры сколько различные археологические практики они неплохо донтировали и люди туда там оставалось то что люди ели что им приносили жертву что тоже приносит свою информацию ну и учитывая что прошлое сейчас я буду говорить о совсем нашем недавнем прошлом я наверно остановлюсь локально во всем Евразии на всей планете тем более а вот на регионе который мне для более интересен потому что я занимаюсь это юго-сокозападная Сибирь то есть такая территория в частности тремя мощными водными артелями киты шок и нисей и для примера то есть у нас сейчас мы повторить поговорим о цене то есть о последнем десяти тысяч лет мамы вымерли и какие изменения происходили за этот период ну во-первых еще например три тысячи лет назад у нас на этой территории обитал такой же вот как тур и на территории всей лесостепи востока зоны обитал такпан тур это дикий предок домашних природ а пан это дикий предок домашних лошад и оба вида совершенно исчезли ни тот ни другой на данный момент в диких природе не встречаются напрочь то есть это можно сказать виды которые ушли вслед за мамонтами но припозднение и надо сказать на этот раз достаточно точно что видимо по-лине человек такое животное как благородный али вот синий я провел современный алиал весьма грубый и вот что собой представлял ему алиал еще в 18 веке то есть был значительно шире чем настоящий алисайгар на данный момент на территории рассматривания региона не входит но когда подходил поднимался почти до границы с лесной зоной тоже крупный начальник и вот драматическая история то есть есть целый ряд видов которые сложно диагностированы и тем не менее представляют большой интерес своими перемещениями потому что они не входят в группу ну совсем уж крупные питающие крупные питающие почему вымирают и сокращаются вариал потому что они простите эту автологию крупные то есть они наиболее уязвимы компонентной системы и наиболее остро реагируют на маленькие гипотези мягкие питающие нуждаются в меньшем количестве корма ну вообще мягкие животные могут уживаться в меньших поплощах эстациях по объему то есть едиться в каких-то местах и поэтому реагируют на все значительно более устойчиво ну речь опять пойдет про несколько все-таки мягкие питающие которые входят в муку с формы крупных пленебитающих но они не такие большие как лось в данном случае это куницы и вот вам пример это одна из видов куниц это соколи и где-то там внизу в данную территорию не заходит но фигурирует у нас каменная куница а загадка заключается в том что буквально за 20-е столетие то есть у нас лесная куница появилась на данной территории и все запомнило это как раз фиксируется в ну буквально за недавнее время как раз в опись от того что люди добывали то есть первый источник информации то есть это различные охотирования охотников и мониторинг зверей которых добывают на данной территории вот в наших соответственно если мы посмотрим литературу то окажется что ну насколько это нормально и с чем это может быть связано оказывается что есть совсем разные точки зрения на то что как эти животные жили и что является для них историческим годом вот как это то что по тому мнению что куница делала только незначительные заходы за Урал а ее водило тепло за весь период своего существовать либо было мнение даже правда очень маргинальное которое было высказано но все-таки было высказано маленькой сносочкой в одной книжке в которой сейчас сварится но мнение не замечает что на самом деле здесь в 18 веке люди сдавали шкурки сукой и сдавали шкурки куницы что речь шла о каменной кунице которая провалилась за ну которая душа на родину ну либо соответственно либо что лесная куница здесь обидала в том числе в 18 веке если например корову в отложке костям отличить легко если легко по строению скелета например отличить мапок шестистоносорога или бизона то здесь речь идет о очень близких видов которые может быть и профессионал тоже покажется что они вживую плохо отличаются ну и вот здесь например затерялась одна лесная кунице на этой фотографии и диагностика их это совершенно интересное особое дело в частности один из способов это снимать с них размеры и парамеры загонять их в специальную программу которая ну опираясь на обучающий выбор то есть на заветную известную челюсть из какой-то вероятности обновлять нашу ископаемую челюсть к той или иной и и в итоге у нас получить следующие результаты то есть здесь мы видим в чайной зрении что собой представлял вариант сополя в начале и середине 20-го века как привела себя паница в середине 20-го века то есть она очень быстро заселила пространство жизненное и при этом ходит вот так далеко на себя поднявшись почти до зоны средней тайги что на карте не обозначили то есть где она заведомо никогда обитать не могла ну и во второй половине 20-го века постепенно естественно путем и не только естественно путем но и за счет того что его искусственное расселение восстановился лориал и в начале 21-го века в Ницце делает вот такой фильм буквально за 10 лет то есть она исчезает в средней тайге зато очень интенсивно продвигается на юг и ископаем остатки и ну за как раз за конец глацена или за тимовый концом глацена и летопись ну различные сходки за 18-й век говорят о том что когда-то кубрицы добывали даже азари и сей то есть можно сказать что то что мы наблюдали является его восстановлением ареала который был ей присущ практически за весь глацена то есть за всю современную пол просто он когда-то был сокращен возможно ввиду парковских истреблений и сейчас потому что антропогенный крест сряд животные восстановились это очень хорошая иллюстрация того что ну во-первых за очень короткие промежутки времени то есть буквально за десятилетие за 50 лет могут происходить такие значительные изменения в распространении животных и это даже может быть нормально ну во-вторых иллюстрация примеров тех загадок и непонятностей которые мы видим в природе например непонятно почему куница расселяется во-первых там быстро а во-вторых ревкая то есть она происходит в момент когда она так сильно расселяется какое-то время потом она замерила где-то лет до 50 потом следующий ревок с оболью в плане расселяется равномерно это опять-таки детали в которых находится дьян то есть которые нам сигнализируют о том что мы чего-то не понимаем и с прископом могу констатировать что наверное все-таки в данном случае вот такая классическая биология по-прежнему используется ну несмотря на весь тематический аппарат который используют на самом деле и несмотря на то что на нашем положении такие уже сложные методы как декор-анализ вот в основном мы пока занимаемся тем что проекционируем факты чтобы в будущем делать более точные интерпретации того что мы наблюдаем и может быть даже ответить на вопрос почему происходит тот биоцерматический гриц который мы сейчас наблюдаем то есть получается что вымирание которое имело место быть пристосения оно в каком-то смысле продолжается до сих пор то есть туры исчез опаны исчез куда-нибудь сейчас окончают свои ареалы сейчас в основном скорее всего по причине человека но по причине высокого топорометного пресса но кто его знает однозначно глядя на то что вы видели ну куниция возвращается домой зачем зачем нам это знать ну вопрос очевиден я просто его ответ формально обозначу потому что надо что-то завершить свою ступень игра ну сочетание человечества это своего рода как игра в шахты совсем окружающий мир то есть человек выживает за счет своей недюжи развитой интеллектуальной способности за счет своей культуры это ему действительно отвечает на многих и многих и многих и многих животных и в определенном случае мы просто обязаны этим воспользоваться и как-то постараться выжить потому что природа это просто очень сильный очень хороший другой а человек пока не очень знает даже какой-то отдельный фигур на этой доске и на сутбашке например по стеклу мегафаунов при стаце вполне может быть что наше сегодняшнее деятельность мы как-то ходим в этой доске и заводим себя в какую-то хитроставленную ловушку от природы которая в будущем может нам серьезно вопраться и как-то пристиг нашим выбирам а зная все эти ходы мы можем процветать рано и поздно на планете ну и чтобы закончить на совсем несколько оптимистической ноте могу сказать что дундра степена сегодняшний день аж вон как ландшафт существует в частности на территории Якутии есть даже достаточно серьезные проекты которые развиваются аж с 50-го года называемые перестанцентные пары целью которой служит восстановление частичное той пилоты того ландшафта который был на протяжении конца или специально то есть как-то веруют нам что ли такие продуктивные эгосистемы которые исчезли на нашей планете и вернуть то многообразие кружеводных которое когда-то окружало наших предков спасибо спасибо